добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о дисциплинировании сегодня я хотел бы поговорить о совместной дисциплине что это такое есть такое очень важное правило мы совершаем дисциплину вместе с ребенком они над ребенком я уже говорил до личном примере когда мы с вами видим что наш ребенок совершил какой-то проступок и это проступок нам не нравится нужно посмотреть на себя со стороны и подумать над тем насколько мы научили его действия таким же образом и если мы с вами заметили что ребенок просто копирует наш тип поведения то дисциплина необходимо но необходимо она не только нашему ребенку но и нам и когда он делает что-то не очень хорошее неправильное то в чем мы заметили что и у нас существуют пробелы необходимо поговорить с нашим ребенком об этом сказать сынок там или дочь я вижу что ты сделал то-то и то-то это неправильно но я также заметил что я тоже иногда поступаю таким образом и я виноват в твоем проступке не меньше чем ты и поэтому я хотел бы чтобы мы вместе сделали что-то например давай мы ограничим себя вот в этой сфере потому что это очень сложно и мы вместе с тобой будем преодолевать это мы вместе будем ограничивать себя то есть мы наказываем себя и вот этот общая до совместная дисциплина очень часто является самым эффективным способом научить ребенка тому что есть неправильно и как правильно реагировать на эти вещи в любом случае если ваш сын или ваша дочь видит что вы не просто давлеющий на дне тиран человек который спускается на его уровень и дисциплина происходит совместно эффект будет очень неплохим например я наблюдал одну очень интересную картину мы очень часто ставим детей в угол как это происходит ребенок нашалил и мы не говорим встань иди в угол и ребенок пошел стал в угол он стоит в углу а родители занимаются своими делами вот это отстранение от ребенка делает найти такой разрыв в отношении я был в одной семье и наблюдал такую картину когда ребенок сделал что-то не очень хорошее папа поставил его в угол ушел в другую комнату через буквально минуту он вернулся с книжкой сел напротив своего малыша открыл книжку и нашел там историю которая неплохо иллюстрировала как раз вот этот поступок и он сел и начал читать ребенок стал плакать еще больше потому что он понимал что он не просто стоит в углу а его еще и учат так вот если мы хотим чтобы наше воспитание было более эффективным необходимо проводить дисциплинирование с ребенком вместе они надо